В шестнадцатом туре серии А. На поле вышли все четыре известных нам представителя из стран постсоветского пространства. Рассказываем, как в Италии оценивают их игру. Начнем с Элдора Шамуродова. Давайте порадуемся из-за узбекского форварда Элдора Шамуродова. Нет, на лавры звезды серии А. Он, конечно, пока не претендует. Однако с каждым матчем игра этого 25-летнего нападающего Джиноа вызывает в Италии все большее и большее уважение. Поначалу экс-форвард Ростова казался итальянцем и народным телом на их футбольном небосклоне. Но трудолюбие и самоотверженность Элдора вкупе с его желанием быстро выучить итальянский язык помогли Шамуродову снискать уважение как у местных журналистов, так и в среде притязательных болельщиков Джиноа. В прошедшем туре его команда уступила в гостях Сосуоло со счетом 1-2 и опустилась в зону вылета. Однако единственный гол Джиноа как раз и забил Шамуродов. Лагазета Делла Спорт признала его лучшим игроком своей команды в этом матче с оценкой 6,5. Отмечу при этом, что Шамуродов уже второй раз подряд признается лучшим в Джиноа. Самому старому клубу Италии предстоит жесткая борьба за право остаться в серии А, но вновь в четвертый раз в своей карьере, возглавивший команду тренер Давиде Балардини и болельщики Джиноа верят, что Шамуродов поможет своим партнерам и самому себе решить эту задачу. Алексей Миранчук Ну а теперь о грустном. Да, сама по себе оценка 6,5, которую Алексей Миранчук получил за неполные полчаса против Пармы, выше тех невысоких баллов, которые ему выставляли в предыдущих матчах. Вот только 6,5 за игру против полумертвой Пармы, это нижний балл в рядах Аталанты. Кроме Миранчука, еще 6 игроков его команды, из общих 16, получили от Лагазета Делоспорт такую же оценку, которая никак не выделила Алексея на общем фоне. Добавлю к этому, что ведущая газета Бергамо Элэкоу Ди Богомоу поставила Алексею и вовсе 6,0. По версии самого приближенного к Аталанте издания, это наихудший балл в команде. Можно, конечно, ссылаться на то, что оценки ведущего итальянского спортивного издания – вещь субъективная, а главный тренер Аталанты Гасперини ориентируется при выборе состава на очередной матч вовсе не на них. Безусловно, так оно и есть, только вот сам Гасперини, получается, подтверждает мнение итальянских журналистов о том, что пока Алексея не прогрессирует в составе его команды, в противном случае Миранчук получал бы больше игрового времени. А сегодня Алексею остается только радоваться, что в этом сезоне существует правило пяти замен, при привычных двух или даже трех заменах он рисковал бы совсем не выходить на поле в составе нынешней Аталанты с ее небывалой конкуренцией. Руслан Малиновский Что касается игрока сборной Украины Руслана Малиновского, то Джан Пьеро Гасперини чуть ли не каждую неделю публично подчеркивает его ценность и универсальность. Периодически Руслан попадает в стартовый состав, а на поле украинец в любом случае появляется регулярно, его смело можно назвать одним из первых кандидатов на выход на замену в любом матче Аталанты, за игру против Пармы. Кстати, Руслан получил от Лагазетта Делоспорт тот же бал, что и Миранчук. Другое дело, что сам Малиновский хотел бы иметь больше игрового времени, откуда и взялись слухи в итальянской прессе о том, что он якобы рассматривает возможность ухода из Аталанты как минимум в аренду. И наконец Генрих Мхитарян В январе Мхитаряно исполнится 32 года. Армянский полузащитник Рома идеально вписывается в этом сезоне в элитный клуб для тех, кому за 30. У Генриха 8 голов и 7 ассистов, он является на сегодня одним из лучших игроков всей серии А. Не просто так за матч против Кротоне, в котором Мхитарян отдал очередную голевую передачу и уверенно реализовал пенальти, атакующий полузащитник получил от газета Делла Спорт высокую оценку. 7,5. Криштиану Роналду из Ювентуса, лидирующему в споре бомбардиров с 14 голами, будет в этом году 36. Лидер Лацио Чиро Имобиле, который всего на год младше Мхитаряно, забил 11 голов. 10 мячей на счету главной звезды Милана Златана Ибрагимовича, которому и вовсе исполнится в этом году 40. По 7 голов забили Идин Джека, партнер Мхитаряно Пароме, и Фабиак Вольерело, сам Бдория. Первому исполнится 36 лет, второму уже в январе стукнет 38, и на него претендует сам Ювентус. Получается, что в элитном клубе тех, кому за 30, Мхитарян, один из самых молодых. Так что ждем от него новых подвигов. Тем более, что мотивация у Генриха отменная, его Рома забралась на третье место и всерьез претендует на попадание в Лигу чемпионов. Субтитры создавал DimaTorzok